Система высшего образования Когда мы их садим за парты, что в школе, что здесь, мы их заставляем молчать и сидеть на месте, не двигаться. Таким образом, мы что-то где-то в них подавляем. Вот эта проектная деятельность, она им позволяет оставаться самим собой, вот такими, как они пришли со школы, от родителей. И, надеюсь, что и дает толчок, новую ступеньку для дальнейшего развития. В проектной деятельности задействованы все структурные подразделения и филиалы Крымского федерального университета. Но наиболее активно она реализуется в Академии биоресурсов и природопользования и физико-техническом институте. Как отмечают преподаватели, введение проектной деятельности позволит развить у студентов практические навыки и вызвать у них интерес к выбранной профессии. Мы им даем возможность с первого курса, буквально с первого сентября, заниматься еще и практической деятельностью. Руками делать, программировать всевозможные, просто говоря, машинки, которые ездят, которые взаимодействуют с окружающим миром. И вот я смотрю на первый курс, на их глаза, я вижу, что они просто зажглись. Они бегают не раз в две недели, как стоит расписание проектной деятельности, они приходят раз в два дня. Ранее в проектной деятельности принимали участие обучающиеся старших курсов, но сейчас она доступна и для первокурсников. Для выполнения проектов они могут пользоваться оборудованием учебных и научных лабораторий Крымского федерального университета. Например, студенты физико-технического института собирали робот-машинку, который двигается по определенной траектории. Собирать ее было достаточно трудно, учитывая то, что я умудрился спалить главный компонент. Ну, благо это все заменяемо, правда, немного времени пришлось потратить еще. В целом практика очень сильно понравилась. В свою очередь первокурсники Академии биоресурсов и природопользования с первых дней обучения начали разрабатывать проекты для агропромышленного комплекса. Агродолина – это некий комплекс, представляющий из себя сады в основном, тепличный комплекс, жилой городок для рабочих и свой собственный завод. Для масштабного введения проектной деятельности в учебный процесс профессорско-преподавательский состав структурных подразделений и филиалов КФУ имени Вернадского прошел курсы повышения квалификации. Ольга Якименко, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.